всем добрый день хотя не сильно она и добрая в украине война не спецоперации однозначно сегодня днепр 11 марта обстреляли на ремонте у нас электрочайник нужно помогать людям не работает ремонт происходит под звуки сирены сейчас я продемонстрирую так она ремонте у нас электрочайник маэстро людям нынешнее время нужно помогать потому что даже нудей его купить проблематично нынче то и лучше сэкономить эти даже 300 гривен например и купить что-то покушать потому что неизвестно что далее будет происходить так со словах клиента будет он включался давайте мы тоже его включим посмотрим проверим слова клиента вы это как ставишь включили мы здесь я не знаю есть подсветка нету давайте откроем нагрев до холодный он это так пошевелишь по вроде заработал короче что как мы проверяем обучили у нас электрочайник вам нужно для этого нажать кнопку включения перевернуть вот здесь находится у нас контактная группа включаем от сети определяемые вот контакт у нас есть находится и по центру то есть вот здесь и вот здесь при включенном кнопки должно прозваниваться либо какое-то сопротивление но сам темп должен включиться сейчас посмотрим потому что со слову владельца скорее всего на самой поставки разошлись уже плохой контакт и сейчас запищит значит электрочайник рабочий нет не хочет придется его разбирать а я думал будет очень легкий ремонт под звуки сирены план давайте переведем наш метр на измерение переменного напряжения посмотрим присутствует движение на самой подставке все-таки решил я разобрать подставку я дал осечку что смотрите желтый зеленый проводами то есть это означает масса корпус земля вот она сюда не так а пациенту если мы видим я прозвонил вот сейчас я покажу на прозвоночку прозванивается есть а теперь вот этот вывод он где-то здесь находится мы его даже не лицезреем его там вообще не вижу делом этот контакт так и вот он так снимается эта контактная группа и мы видим вот если по центру контакт желтенький и принципе чуть-чуть отогнулся то 2 смотрите какой он черный и он из-за того что плохой контакт был он начинал нагреваться электро чайник своей массой водой нажимает на низ и он начал ангенаться то есть его нужно так отсюда не язык потому что а нет надеюсь сейчас могут контакт открутим здесь будет саморез не посмотрим зачистим надфилем скорее всего контакт контакт и подогнем его ну да смотрите как я вам говорил он черный берем надфиль сейчас его им вот этот агарыш выгибаем делаем правильную форму фиксируем саморезом контакт собираем я думаю все должно работать вот такой чистенький красивенький сейчас контакт устанавливаем да и на самой платформе видно вот это как следы вот этого горения такого контакта посыпался этот типа пепел уже так по форму мы сделали можем протестировать электрочайник не слышно нагрева здесь видимо бы мы были присутствовать плохой контакт конечно подарил что у меня вот не нравится вот это что включена приключенной кнопки то есть н подключается и он должен пищать то есть мы измеряли неверно использовали вот этот наружную но это у нас оказалось землю то есть у нас контакта здесь и здесь прозвонка не пищи то есть придется разбирать однозначно сам чайничек сняли нижнюю часть пластикового корпуса вот нам открывается уже автоматика т.н. или здесь присутствует для лампочки подсветки все таки уже теперь мы видим и выходит у нас на кнопку два вывода вот получается здесь и и и и и она давайте прозвоним у нас сам терморегулятор он глаз из контакта они сейчас должны быть замкнуты то есть на прозвонку должно прозваниваться не прозванивается значит нам придется разбирать его снимать конечно же самое доростоящие нас элементы т.н. его сейчас можно позвонить вот кидаем на щупы на клемме он должен позвонить он позвонит спроси смысл разбирать из автоматику как ребята все-таки по звуке сирены мастер тупит чуть-чуть получается вот я снял контактную группу это вот сюда передается напряжение вот эти клеммки и она заходит вот сюда вот на сам термодатчик уже и получается контактная группа замыкается отсюда сюда и отсюда сюда давайте проверим здесь есть здесь есть то есть когда нагревается уже водичка то срабатывает здесь там а рюшки на включается так это у нас работает да у нас остается что тент проверен терморегулятор проверено контактная группа установлена остается у нас только кнопка вот у нас кнопка здесь вывод приходит и он подают второй вывод напряжение на и подается напряжение на тент то есть так что у нас включена включена и должно прозваниваться не прозванивается болит не сильно легкий ремонт в этом маэстро будет она попытаемся посмотрим что здесь кнопки дальше будем разбирать так но сказать что ты не снимаешь сам процесс разборки ну вот каждый их развитируют причинника может отличаться по разборке ну как вот здесь на ручке находится защелка отсюда изнутри и нажимаешь и ручка должна выйти здесь память по периметру находится еще он защелка вот защелка здесь пазы такие усики заходят все ребята аккуратно пластик очень крепким сами понимаете один из дешевых электричайников на рынке украины посмотрим можно ли я что-то здесь восстановить так и снова у нас дополнение смотрите вот здесь это уже система срабатывания ошибся чуть-чуть как срабатывает сам электричайник включение выключение здесь находится мембрана видите она когда нагревается она меняет свое положение и отключает саму кнопку как-то происходит что здесь находится два дефлектора через которые на передается тепло на кнопку она находится вот здесь на ручке смотрите и срабатывает а здесь уже если вдруг это кнопка не сработает тут для безопасности здесь применяется еще одно термо реле ну что кнопка у нас не рабочая и скорее всего она здесь неразбираемая сейчас посмотрим конечно получится ее или разобрать ну вот разобрал сколько смог с внешнего корпуса кнопку и вот сама вот наша кнопка она неразбираемая она залита пластиковым корпусом и вот уже непосредственно кидаем щупы на клеммы чтобы быть уверенным сто процентов выхода из строя кнопки на не прозванивается все 100 процентов вышла из строя кнопка хотя это довольно таки редко что выходит кнопка ну что кнопку мы нигде не найдем сейчас в связи с войной пытался нашел два донора раз-два и здесь кнопки вот и я их изъял они совсем по конструкции не подходят по креплению однозначно сама клавиша не будут нажиматься пришлось разобрать саму кнопочку вот эту разбирается на путем снятия мембранки потом мембранку снимаете и выпадает вот такой штук пластиковый и вытягивается с корпуса ну я вообще этим никогда не занимался потому что сюда снова но сегодня совсем другое время и вот мы здесь уже нутрянка вот мы видим как здесь подплавились контакты особенно вот эта часть так что будем пытаться снова надфилем как-то зачищать и пытаться собрать надеюсь у получен положительный результат вот все четыре контакта на прям зачищены часа на красивый без присутствия нога сейчас но так вот нажимаем типа мы включаем контакты прижались и мы можем теперь через вот эти два контакта которые выход на провода прозвонить должно прозваниваться надеюсь все будет окей разваниваться отлично можем собирать корпус собирать в ручку наконец-то я думаю можно тестировать его после полной сборки вернемся к тому как должен прозваниваться чайник если он рабочий кнопку нажали включение и проверяем об есть прозвание стой стенд подключается все первым можем уже затестировать полноценно включение отлично подсветка загорается то есть чайник работает осталось будет проверить еще водички залить срабатывает ли мембрана на самой кнопки включения и можно будет отдавать владельцу всем пока пока мирного неба